Здравствуйте! Вы смотрите Upgrade, и я, Лекса, приглашаю вас внутрь самого привычного щелчка на свете. Кажется, что реле элементарнее некуда. Подал напряжение, цепь замкнулась. Убрал, разомкнулась. Но этот звук может остановить лифт, моргнуть сервером или выключить городскую насосную станцию. Видите шарик? Он не ложится сразу, он отскакивает. Контакт реле делает то же самое, только вместо чистого дзынь рождаются крошечные дуги. Со мной в студии наш постоянный эксперт, доктор технических наук Кузнецов. Привет, Лекса! Привет всем, кто нас смотрит. То, что шарик показал на макромасштабе, внутри реле происходит в миллисекунды. Позвольте показать. Вот эти зубчики на осциллографе – чистые отпечатки дребезга. Контакт, как и шарик, подпрыгивает несколько раз, и каждый микрорывок на мгдалене разрывает цепь. То есть за одним щелчком прячется целая серия мини-размыканий. Именно. И каждое такое мгновение запускает целую цепочку процессов. Мельчайшие искры, всплески температуры, кипящий металл. Температуры там доходят до космических величин, почти солнечных, но к об этом чуть позже. Сейчас важно увидеть, что уже в первые миллисекунды реле приживает маленькую бурю. Выходит, внутри привычного щелк кипит целая драматургия. Давайте пошагово разберем, что именно там происходит и как это сказывается на модежности. Поехали! Итак, в нулевой момент контакты сомкнуты. Можно ли сказать, что внутри реле все спокойно? Совершенно верно. Пока площадь соприкосновения велика, ток распределен равномерно, перегрев отсутствует. Док, что происходит, когда привод начинает размыкать контакты? Площадь уменьшается до отдельных микровыступов, то есть аспиритов. Тот же ток проходит через крошечные островки металла и, конечно же, мгновенно повышают их температуру. А с чем связано, что процесс нагрева такой стремительный? Здесь все просто, Алексо. Площадь мала, теплоотвод почти отсутствует, а выделяемая энергия концентрируется в микроскопическом объеме. За доли миллисекунды металл на кончике аспирита плавится и образует жидкий мостик между расходящимися электродами. Доктор, а как долго может существовать этот мостик между контактами? Недолго. Очень недолго. Зазор растет, мостик вытягивается, внутреннее давление паров металла превышает поверхностное натяжение и мостик разрывается. Доктор, это, наверное, и есть момент рождения дуги? Вы правы, Лекса. Облако металлического пара ионизируется электрическим полем, превращается в плазму, формируется яркий дуговой канал с температурой до 20 тысяч градусов. Ммм, маленькая звездочка внутри реле. Что тогда погасит ее? По мере того, как контакты продолжают расходиться, длина и сопротивление плазменного канала растут, ток падает и дуга самопроизвольно гаснет. Доктор, а что происходит с поверхностью контактов во время всех этих событий? А на поверхности остается кратер и шип, зародыш будущей эрозии. Каждый цикл размыкания постепенно формирует эти дефекты, приближая реле к отказу. Мы так раз увидели, как дуга погасла. Док, что происходит с контактами после каждого такого разрыва? На катоде остается углубление кратер, а на аноде – небольшой металлический шип. Это первые признаки эрозии. Док, объясните, почему металл уходит именно в одну сторону? Здесь все так же просто. Электронный поток бомбардирует катод, выбивая атомы. Ионизированный металл переносится к аноду и там осаждается. Так, после тысяч циклов, катод проедается, а шип на аноде растет. Ага, понятно. Но что это значит для реле в реальной работе? В общем-то, ничего особенно хорошего. Кратер увеличивает контактное сопротивление, шип концентрирует электрическое поле. В итоге возрастает риск искры и даже сваривания контактов. Логично было бы предположить, что постоянный ток усиливает эту картину. Да, Лекса, вы правы. Полярность не меняется, перенос металла всегда в одну сторону. Дефекты растут быстрее, и шип может намертво привариться к кратеру. Ну хорошо. А если нагрузка переменного тока? Что тогда изменится в этом процессе? При переменном токе полярность каждые 10 миллисекунд меняется местами. Металл частично возвращается, износ становится симметричнее и идет медленнее, но поверхность все равно изнашивается, деградирует. То есть на постоянке быстрый односторонний износ, на переменке медленнее, но все равно неизбежный? Именно. Чтобы продлить жизнь контактов, инженеры добавляют защитные цепи и выбирают устойчивые сплавы. Об этих решениях поговорим в следующих выпусках. Хорошо, доктор. Мы поняли, что односторонний перенос металла приводит к кратеру и шипу. Прежде чем обсуждать, чем именно защищают контакты, давайте разберемся, какие электрические нагрузки вызывают разные типы ударов по металлу. У нас есть демонстрационное видео. Левый кадр – емкостная цепь, правый – индуктивная. Начнем с емкостной стороны. В кадре видно, как только контакты соприкасаются, вспыхивает короткая искра, а на осциллограмме – узкий импульс тока. Это происходит потому, что незаряженная емкость ведет себя почти как нулевое сопротивление. Напряжение прикладывается к точке касания, ток мгновенно возрастает и каждый отскок дребезга повторяет разряд, пока емкость не зарядится. То есть главный стресс здесь именно в момент включения, пока емкость не заряжена. Верно. После зарядки емкости ток почти мгновенно снижается до своего обычного рабочего уровня, и контакт продолжает работу без перегрузки. Теперь смотрим индуктивный кадр. Замыкание тихое, искр почти нет. Почему? Индуктивность сопротивляется быстрому росту тока. Ее самоиндукция держит ток на поводке, пока формируется магнитное поле. Поэтому контакт успевает сомкнуться без перегрева. А вот размыкание другая. Напряжение взлетает, дуга держится заметно дольше. Именно так. Энергия, запасенная в магнитном поле катушки, должна выйти. Она превращается в выброс напряжения на растущем зазоре, и этот выброс поддерживает плазменный канал, пока энергия полностью не рассеется. Чем выше ток перед размыканием, тем устойчивее дуга и тем сильнее эрозия. Итак, емкостная нагрузка опасна импульсным током при включении, индуктивная, высоким напряжением и длинной дугой при отключении. Совершенно верно. Тип нагрузки задает характер электрического удара, а значит, и требования к материалам контактов и к схемам защиты. Мы увидели, как сама нагрузка задает сценарий износа. Дальше поговорим о том, что может разрушать контакты даже без искр. Оставайтесь с нами. Док, мы обсудили электрические удары, но контакты стареют и в тишине. Что с ними делает обычный воздух? Да, Лекса. Воздух приносит коррозию. Серебро и медь быстро обрастают окислами и сульфидами. Получается тонкая изоляционная пленка. Механически замкнута, а ток едва течет. То есть пленка как прозрачный замок. Контакт есть, а цепь не работает. Да, да, именно так, Лекса. В слаботочных цепях напряжения недостаточно, чтобы пробить слой. Иногда подают короткий очищающий импульс. Он выжигает пленку и возвращает металлический блеск. А можно сразу взять металл, который не боится воздуха? Для слабых сигналов берут золото. Оно практически инертно. Но золото мягкое и не любит дугу. Поэтому слой делают тонким и ставят там, где искры исключены. Если токи выше, используют твердые сплавы. Серебро – никель, серебро – олово – оксид или вольфрамовые вставки. Хорошо, док. А вибрация? Представим реле на локомотиве. Вибрация вызывает фреттинг, микроскопическое трение. Пленка трескается, появляется металлическая пыль, она снова окисляется и сопротивление растет. Если при этом проскакивают искры, пыль работает как наждачка. То есть механика шлифует, химия запекает и контакт деградирует быстрее. Все верно, доктор? Точно, Лекса. Поэтому для подвижной техники в ответственных случаях ставят герметичные корпуса с инертным газом, демпферы и иногда тончайшую антифреттинговую смазку. Выходит, без всякой дуги у нас три врага – коррозия, вибрация и пыль, а союзники – правильный сплав, покрытие, герметизация и демпферы. Все верно, Лекса. Теперь у нас полный набор причин износа. Давай сведем их воедино и оставим слушателям чек-лист надежности. Отличная идея. Переходим к итогам. Оставайтесь с нами. Ну что ж, док, картина вырисовалась. Давайте соберем все воедино, чтобы было понятно, где у реле болит и чем лечить. С удовольствием, Лекса. Первая группа – электрические импульсы. Емкостной пусковой ток бьет при включении, индуктивный выброс напряжения при отключении. Снимаем их ограничителями тока и гасим перенапряжение диодами, РЦ-цепочками, варистерами. Вторая – дуга. На постоянном токе она точит кратер и выращивает шип. На переменном – гаснет быстрее, но изнашивает равномернее. Защита – стойкие сплавы и, где возможно, дугогасительные камеры. Третья – химическая среда. Окислы, сульфиды, влага. Их сдерживают благородные покрытия – золото, палладий, плюс герметичный корпус с инертным газом. Четвертая – механика и вибрация. Фрейтинг, удары и абразивная пыль. Здесь помогают демпферы, антифрейтинговые смазки. Если все четыре блока под контролем, даже маленькое реле способно честно отработать миллионы циклов. Друзья, если выпуск помог вам разобраться, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик, так вы не пропустите свежие разборы. А в комментариях пишите, какие инженерные загадки разобрать дальше. Нам интересно ваше мнение. Это был Upgrade. До новых встреч!